Только за последние пять лет численность населения Анапы увеличилась на 32 тысячи человек. Школы, детские сады и медицинские учреждения переполнены. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова рассказала о социальных проектах, над которыми работает администрация. По детскому саду Орленок на улице Крымской пройдена экспертиза. Муниципалитет ждет разрешения на строительство от Управления государственной охраной объектов культурного наследия Краснодарского края. При положительном решении в первом квартале 2018 года начнется стройка. Сегодня, на мой взгляд, необходимо привлекать инвесторов, застройщиков к строительству объектов социальной значимости. У нас сегодня уже есть один пример, это строительство детского сада на улице Лазурной. Строительство здания Сухо, один еще инвестированный проект. Там большой корпус на 28 мест, плюс зал спортивный и музыкальный. Это детские саду Орленков в селе Сухо. Нам построят это здание ООО «Урал» строим мест и безвозмездно передаст в муниципальную собственность. Строительство здания в футере Рассвет. Сегодня достигнута договоренность. Они хотели там построить быстровозводимую модуль. Но все-таки мы приняли решение строить там тоже здание серьезное для того, чтобы мы могли уже и детей туда вместить, и сдать его и принять, как положено. А это на 40-50 мест. Растет количество учащихся в школах. За последние пять лет в Анапе стало на 7 633 школьника больше. Порядка 300 миллионов рублей на условиях софинансирования получит муниципалитет в будущем году на возведение пристройки к зданию 6-й школы. Проект прошел экспертизу, а это плюс 400 места для учеников младших классов. Участок на спортивной 35 и еще одна зарезервированная площадка под школу. Мы получили добро на то, чтобы начать там проходить экспертизу. 1 января мы должны уже заключить договор и целый год заниматься проектированием этой школы. Что значит, что мы получили добро? Министерство образования рассматривает вопрос о том, чтобы потом нас включить опять же на условиях, так же, как на 400 мест, на условиях софинансирования строительства в Анапе вот такой школы на 1000 мест. Я считаю это грандиозный проект. Сейчас мы ведем изыскательские работы. Больше полумиллиарда необходимо на строительство школы на Ленина-191. Огромная для местного бюджета сумма. И одно из предложений – государственное частное партнерство. В этом вопросе необходимо заручиться поддержкой застройщиков. С проектом обращения в их адрес, а также с рекомендациями для администрации города выступил зампредседателя Совета депутатов. Совет муниципального образования города Ротанапа. Рекомендует администрации муниципального образования города Ротанапа. Приостановить выдачу, разрешение на строительство многоквартирных жилых домов. До разрешения проблемы нехватки объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Решить по-настоящему острую проблему, которая касается всех анапчан, возможно лишь в плотном взаимодействии всех ведомств и структур. Только тогда это будет работа на результат, уверен Юрий Поляков. Застройщик строит там 5 от 20 этажей. Вот такое красивое объявление. Везде идет. До школы 60 метров, до садика 100 метров, до моря 200 метров. Парковки нет, садика нет, школы нет. Он дает такие объявления. Люди начинают как ошелевшие покупать квартиры у него, да? Мы потом что будем делать дальше? Любой микрорайон, построенный там за 2-3 года, но не микрорайон, а застройка в 5, допустим, 20 этажей. Это плюс сразу 300-400 детей. Плюс 300-400 автомобилей, которые надо куда-то поставить. Мы что будем делать? Просто еще год, два, три, ну максимум 5, и все просто станет. Завтра состоится заседание Президиума Совета по вопросам строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры и завершение строительства объектов долевого участия. На него для конструктивного диалога пригласят застройщиков Анапы.